Так, запись пошла, сегодня 13 декабря, вот, скоро Новый год, а там и весна, они за горами. Значит, вопросов мне задают множество. О, вот, сейчас только смотрите, речь пойдет о каталоге семян и о том, что в нем имеется. И вот, например, вот такой вам пример. Значит, вот это вот мой канал. Вот это вот последний фильм. Вот, снят был всего полсуток назад. Вот, каталог Жерезова всегда знакомства новичкам. Это была как бы первая серия. И вы смотрите, почти вопрос-ответ. Какой срок созревания, как этим сортом и появляется, сколько не теряют схожести и так далее. Ну, в общем, это вы уже увидите без меня. Почему я это вам показал? Потому что жизнь продолжается. Так. И нужно расшифровать все остальное, что я еще не успел расшифровать. Информация уникальная. Информация уникальная. Пожалуйста, слушайте. Почему слушаете? Потому что каталоги высылают. Даже вот это вот уникальный прочитывает. Вот. Быстренько пролистали, пролистали, пролистали. Увидели книги, увидели мои журналы, еще книги. Вот. Увидели учебные диски, которые уже несколько месяцев никто не выписывает. Уникальная информация. На 300 рублей получить полную информацию по многим позициям. И, наконец, вот они семена. Вот это я расшифровывал. Ну, как? Я вам показывал вот это вот. Фотографии. Фотографии уникальные. Это единственная коллекция в России и во всем мире. По обороностойкости она единственная не имеет аналогов, скажем так. Дальше рисовать не буду пока. Оно не то, чтобы устарело. Но дело в том, что невозможно все впихнуть. Как говорится, нельзя прячь в одну телеску коня и трепетную лань. Вот это вы видели коня. А трепетная лань, это вот сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Вот. Сейчас, через час. Информация много. Информация огромная. Вот она. Вот это вот моя фотогалерея. Видели еще не все. Она единственная, она уникальна. Она не имеет аналогов. И все вот это вот. Это последний год. Предпоследний год. Бесконечно. Все это не может быть никогда. Поэтому ущипните себя. Увидите, что это ранетки и отключайтесь. А то ущипнул и ранеток не оказалось. Продолжаем. Итак. Да. Мне надо проверять. Идет ли запись. Вроде идет. Значит, я должен расшифровать голосом. Люди перестали читать. Это особенно последние поколения. Это плохо. Но это данность. Это факт. Не надо считаться. Давайте я буду. В этот текст я его переведу на язык звуков. Итак. Почему здесь написано, что это 23-й год. И вот тут будет 24-й. Почему здесь слово 22-й год. 2022-й. Встретилась цифра. Да вот почему. Вот. Вот. Это был уникальный год. Это были мировые рекорды. Подчеркиваю. Мира в войне. Вот. Такого не знала история. Я вам только сейчас показывал вот это вот. Вот это 22-й год. Видите? А случилось следующее. Мне приходилось продавать семена. Прошлогодние. До этого. То есть один год богатый, один бедный. И приходилось на второй год продолжать то, что казалось бы залежалось. Что вы думаете? У людей сходность оказалась у многих выше, чем у свежих. И я столкнулся с таким феноменом. Валерий Константинович. Пришлите прошлогодние. И таких случаев было последний год около десятка. И я не мог с этим не считаться. И я начал продавать семена. И свежие. 23-й год. И почти свежие. 22-й год. Поняли, да? По вашим просьбам. А вы что изводите? Итак, я читаю все подряд. Это касается расшифровки каталога. Поехали. Это очень важно, друзья. Прежде чем заказывать семена, я бы вас попросил внимательно ознакомиться с тем, что я написал ниже. Как и мы, семена имеют ярко выраженную индивидуальность и неповторимость. Глядя на них, перебирая в руках, прикладывая к уху, загадывая желание, невозможно понять, какая в них таится морозостойкость. В кого они пойдут? В маму или в папу? По родственности. Сопротивление местными взгодами. Морозостойкость далеко не единственное условие. Качество правдов. И вот мы с помощью роликов, фотографий, книг. Незаимно присутствуете в лучшем Сибирском саду. Видите плоды, которым современная наука запретила покидать границы Украины, Канады, США, Франции, Китая, Бельгии. И вам кажется, ага, значит так, сейчас закажу семена уже из Новосибиряка. И вся эта невиданная в России роскошь на 3-5 лет начнет висеть теперь уже на войне. Ответа два. Не будет, если вы начитали смертельных советов из СМИ и наслушались умудренных соседей. Вы, если бы узнали, какая сейчас современная агротехника. Ужас. Вот. Вся смертельная. Второе. Обязательно будете, если правильно, посадите мои семена в лучшем мире по качеству и морозостойкости. И потом по мере ростов не станете, следуя за миллионами обманутых садоводов, гноить и количеств. А теперь давайте решим. Вы оптимист и хотите все сразу, вполне реально. Или пойдете по этапам большого пути. Никуда. Ах, оптимист, тогда заказывайте все сразу. И как в этом, в мультфильме. И побольше, и побольше. Помните? Сосисок побольше, и котлет побольше. Так и тут. Вот. Но в любом случае, самое трудное, что вас ждет, первый год высипывать сорняки вокруг ваших любимцев-сеенцев. А вообще, если посадки семена будут с символическим заглублением, а не глубоким. Напоминайте, с символическим заглублением, а не глубоким. И на холмики малоснежные, или холбы многоснежные. Но потом к лучшим из лучших. Лучше вообще не подходить до положения. Поняли? Не пересаживать. Только поливая, забыв все прежде, советую учителей. Причем поливать только сверху, переняв этот прием от Бога. Теперь для первой, второй рассчитайся. И это не шутка. Первая группа самая многочисленная. 95% садоводов, тех, кто никогда не возьмет руки, превыше нож. Вам-то и понадобятся семена деревьев, помеченных словом «корни собственные» и словом «прямой». Ваши шансы на повторение материнской качества от 5 до 90%. Вот так, друзья. Это истина. Хотя и такая, опоследованная. Садите густо через полметра. Пройдите, всегда успеете. Вторая группа 5% садоводов. Вам понадобятся семена деревьев, помеченных словом «корни собственные» и «прямой». А еще семена «прямой» с самых роскошных плодов, лучших на территории России и даже в мире. Седьма консочек с этих плодов будет особая, они вырастут в одно лето. А в начале зимы вы с них, внимание, уснувших, срежете весь в прямой, на исключение ближних 5-6 почек, оставленных на развитие. Срезанные ветки перенесете на сельце по двое и будете ждать такого чудо, как в моем саду. И у вас впереди три варианта сада. Журавлими, синица в руках и даже журавлица. В общем, давайте уточним, чтобы понятие было. Итак, захотели, просто вырастили. Все будет, то будет. Мой классический пример. Их два. Проклятие от одной дамы, которая мне выписала культурные плоды. Ой, семена, косточки. Причем в том числе и роскошные. А потом написала мне письмо, где меня буквально раскатиковало и сказала, что я мальчик, потому что она прочитала в интернете, что вырастут дочки. Вот. Половину выслала обратно, в том числе и Фаиду. А Фаиду вырастила моя, не случайно человек ее знает тысячи, потому что она создатель моего сайта, Катерина Карташова, и у нее получились прекрасные из той же Фаиды деревья и прекрасные вкуснейшие плоды. Правда, не похожие на родителя, но, тем не менее, это абсолютно культурные, крупные, вкусные. На фотографиях они буквально во рту таят, как бы. Такие фотографии. Вот это два исключения. Человек, который не поверил и даже вернул мне этой же косточки Фаиды, глупость высочайшая. Кого он читал там в интернете? А там 90 лет бродит эта байка, что это с культурных вырастет дочки. А другие, ну, учтите, я показывал такие примеры, у меня есть фотография, но это я не могу за один раз все-все-все показать. Итак, я этот самый, королевские, у меня еще не поздно носят косточки выросли с прекрасными крупными листями, а академики половина с этими, с мелкими-мелкими. Явно у дикаря. Прошу прощения, кто-то ко мне идет, я вынужден... Ну, будем считать, что это была первая серия. Хорошо? А то мне сейчас надо открывать дверь. Пись предлагает. Продолжение следует... ... ... ...